день воскресный день чудесный а прямо сейчас я нахожусь не побоюсь этого слова в московском манхэттене куда меня пригласил один из жителей этого комплекса и рассказал как их кинули но 50 на 50 что это значит все расскажу покажу интересные минусы нового дома представьте людям вручают включение делать ремонт заезжают утром просыпаются открывают в воду чтобы умыться и весь дом превращается в пароход после этого определяем какой стояк будет но мы горящий открывали вот он будет безусловно затронем тему человеков ведь снимая этот сюжет у меня в прямом смысле кружилась голова когда я пытался снять дом целиком есть интересная жизненная история как человек взял ипотеку подставочку 26 процентов как вам такое сходим в гости посмотрим планировки и послушаем что сколько стоит и конечно же вас ожидает не одна а несколько вишенок на торте услышав которые вы действительно захотите высказать ваше мнение в комментарии присаживайтесь поудобней прямо сейчас вас ждет потрясающий жизненный выпуск а я вам скажу так что сегодня серия будет как негативная так и позитивная а досмотрев до конца вы сможете сделать ваши выводы приятного просмотра мы начинаем прямо сейчас всем привет меня зовут михаил мне 31 год и я главный герой этого выпуска приехал я из архангельской области 2010 году поступил в университет строительный мгсу жил в общежитии порядка 10 лет в бакалавр магистр аспирант и вот в итоге переехал в этот замечательный комплекс жк домашний он был начат строительство 2015 году получается в прошлом году завершили построили вот этот последний дом это третий корпус второй очереди но застройщик должен был построить еще еще третью очередь сделать школу детский сад площадки для занятия спортом парковки и еще кое-что о чем расскажу чуть дальше то есть должен был построить целый микрорайон город внутри города посмотрите это те самые рендеры на которых все всегда красиво так более того застройщик потратился и заказал живой макет это вещь на самом деле ты не дешевая чтобы когда вы приходили в офис продаж вам могли показать а вот здесь вы будете развлекаться вот здесь будут играть ваши дети а вот здесь будет стать ваш автомобиль а тут в кафе вы будете пить чашечку горячего эспрессо но что-то пошло не так это как раз то самое когда кинули 50 на 50 это не просто поле это третья очередь нашего жилого комплекса чудесного потенциальная которую не построили здесь должно было быть четыре дома счет эти две башни на набережной застройщик обанкротился в прошлом году и свои социальные обязательства не по школе не по третьей очереди не выполнил сейчас мы все надеемся что все-таки застройщик самолет возьмет этот участок в аренду и построить нам и школу и вот эту третью очередь и завершить наконец наш проект повторюсь этот комплекс жк домашний семейный нам обещали детский сад большую школу рядом стадион футбольное поле гольф-клуб рядом с ним когда миша мне написал письмо я начал его читать один из минусов был ну вот нам например обещали яхт-клуб но нам его не построили я говорю ого-го яхт-клуб вам не построили друзья пойдемте на набережную и посмотрим как она выглядит сегодня ну и безусловно не обойдется без моих комментариев потому что хорошая мысля приходит опослям вот покатавшись по различным жилым комплексом я понимаю одно что на этапе строительства обещать можно все что угодно вы посмотрите застройщик даже не стал вешать громкий ярлык что это бизнес класс или премиум класс это дом комфорт класса яхт-клуб со своей набережной гольф дома с подземным паркингом и прочие прочие блага и как еще рисуют рендер вот мне больше всего что это нравится работа дизайнеров потому что они показывают так как будто бы дом находится где-то в окружении леса а в реале там рядом промзона очистные сооружения есть брошенные недостроенные объекты до которых мы еще дойдем где может в любой момент произойти что-то неприятное ведь он в открытом доступе а весь дом полон детей все покажу я все жду когда появится застройщик который нарисует людям эксплуатируемая кровля на 32 этаже вашего дома будет открытый бассейн с подогревом там будут стоять крытые шатры с отоплением где вы сможете наслаждаться видом на город и бла 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 все что можно обещать а на деле будет ну не получилось обанкротился и что и при этом подчеркиваю 50 на 50 то что построили что люди получили ключи заехали и живут они там дико счастливы и их можно понять они деньги свои не потеряли а вот третья очередь висит висит короче друзья мы сейчас продолжим но минутка доброты говорят за деньги друга купить нельзя а я вам скажу что можно кто подписан на канал прекрасно знает что у меня есть две собаки два лобая это назар и лейла и у них родились дети у них родились щенята вот эти мощные добрые щенята ищут своих новых владельцев 10 щенков несколько уже забронировано ребята все потрясающие все правильно питаются за собаками у нас просто лучше не побоюсь этого слова уход потому что родители очень сильно любят домашних животных если вдруг вы проживаете в своем доме и вы хотите завести себе настоящего помощника который в любую минуту готов будет защитить вас и ваш дом а также дарить вам ласку и доброту пожалуйста пишите мне на почту обо всем договоримся ну вот дорогу перейдем набережной она работает светофорта филиси или он сегодня не работает или вообще не работает пешеходный переход и заклеен пленку сначала работал где-то два месяца потом черной пленкой заклеили короче разметки нету нихрена нету побежали самое главное была разметка это все убрали просто и передумали что ли потом заклеили вот этот зебра нарисовано вон смотрите дядька ходит с металлоискателем ищет клад на вашем экране жилой комплекс перебегаем дорогу спускаемся потихонечку вниз и нас встречает вот такая набережная да это москва-река вот курьяновская набережная в парк 850-летия москвы переходит и здесь должен располагаться будущий яхт-клуб ну пристань для яхт свой причал а сейчас здесь достаточно такая уютная атмосферка как у меня в архангельской области мы там с отцом на рыбалочку ходим у меня прям дежавю когда вот вижу этих рыбаков здесь миша поясни вот вы говорите расстроились из того что отсутствует яхт-клуб ну да не то что яхт-клуб просто должна была быть четко благоустроена скамейки зону отдыха чтобы там с колясками могли здесь кататься отдыхать играть спуск в воде нормально сделан просто вообще ничего нету по факту сейчас на данный момент и это софак этого расстраивает поймешь что я все яхту брать не собирался но но ты в лес очень красиво эстетично если застройщик на макете рисовал обещал то он должен был выполнить эти обязательства просто есть часть людей которые реально брали из-за яхт-клуба просто хотелось там красивый вид там шезлонги поставить загорать такое как бы этот спа-центр может сказать ну давай затронем один немаловажный фактор ты вот опрокинул слово курьянова все прекрасно знают что есть курьяновские очистные сооружения я вам показываю их на экране вот эти вот круги на полях можно подумать что приземлялась она нет там чистят фекалии какашки и мы уже бывали в этих районах где люди рассказывали что в частности например в летний период и в зимний можно открыть окошко на проветривание либо выйти на улицу и воняет как в вашем случае расскажи честно зимой вообще запаха не было летом пару раз чувствовал немножко тянула вот этих очистных но у меня знакомые работают и говорят что уже реконструировали накрыли куполом и больше проблем запахом не будет то конечно сная проблема это сабурова завод полиметаллов что захоронение вот эту же южно-восточную хорду строят там сейчас все раскопали перекопали и вот из-за этого радиоактивный фон увеличился вот именно фонит в том месте ну стремно да или нет или мне не так стремно и за рекой живу он в тех домах может быть и стремно ну и а лояльность таки отношусь просто москва везде дороги за газованность там кто хочет в области живет здрасте они подскажете вообще клюет здесь что-нибудь какая-нибудь рыба то есть а какая большая вот некоторые говорят в москве реке рыбу ловить неправильно тоже вонючая там будет не знаю какую-то историю рассказать а ну и и идите в как все вкусно все хорошо а так в целом вот за часик сколько все ничего не подняли уже нет так пришли ну все удачи вам сегодня по-любому поймать щеку еще больше дальше нас встречает парк 850-летия москвы один из самых протяженных парков тут находятся велодорожки спортивные сооружения площадки футбольные футбольное поле знаешь дальше баскетбольное есть он тут дальше в котельнике прям упирается не на велосипеде на прокат брал вот этот втбшный доезжал вот ну беговые дорожки занятия спортом зона отдыха летом я сюда хожу этот полотеночка постелил позагорал там в компьютере что-то поделал поработал это же застройщику отдали вот этот именно участок и застройщик должен был все это делать а это город делал город сделал до власть но сейчас если там на баланс города поставят то власть может доделать у нас тоже смотри сейчас просто зима и река изначально мелко идет сейчас буквально через пару месяцев весенний половодий начнется уровень воды вот досюда прям поднимется и вообще весь этот мусор камыш ничего не будет видно все спрятано и ну будет очень эстетично глаз радовать смотреться вот говоришь спрятано а нет желание там кое-нибудь написать в префектурку или еще сказать типа ребята пока есть возможность давайте сделаем город чище у нас же есть активисты инициативная группа периодически там что-то пишут делала сами-то не выходит на уборку честно я бы вышел я прям из-за чистый город борюсь мне это все нравится но я готов если ребята соберутся можно вместе почистить ну я думаю твои соседи будут смотреть видео так что ребята может как-то вид да а расскажи пожалуйста вот что там вытекает ну я думаю там обычно вода просто вытекает здесь снег тает она течет здесь нету никаких там очистка на ливнёвка да обычно ты расскажи в каком году началось строительство строительство началось в ноябре 2015 года появился проект и первая информация старте продаж то есть уже шесть лет прошло а сдача произошла когда ну первую очередь восемнадцатом году сдалась дальше там девятнадцатый двадцатый и соответственно вот этот дом ровно год назад ввели в эксплуатацию и вот люди в течение года сейчас сделают ремонт и ты в этом доме как раз и живешь да я в этом доме что у тебя там за квартира двухкомнатная квартира с частичным видом на набережную лочь какая не 54 квадрат суши ну пойдем давай залетаем к тебе в гости и заодно покажешь как у вас подъездик убедит слушай вот пишут люди закрываете дверь а то от сквозняка и так пола у вас лифт не работает да 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 это извечная проблема это понятно здесь местные жители сами гирлянду скинулись купили чтоб ну на новый год подсветить здесь елка большая стояла подарки олени из лобзика вырезали консьержа нет у вас нет консьержа нет камеры везде стоят повреждения по плитке кто допустил ну это ремонт и пока идут еще в течение года полутора это то есть это уже жильцы донар ну как бы рабочий казану рабочие блин они пескобетон тащит тут же отламывается уже короче начинает но так в целом подъезде просторный ну просто коляска удобно подниматься до удобно пошли дальше друзья обращайте внимание на все детали вот минус какой жесткий да вот посмотрите новый дом ему по факту там один какой второй год пошел он уже весь обшарпанный потому что тащу сюда тяжелые различные вещи строительные материалы ну естественно все это дело убивается это печально это печально то есть здесь к застройщику вопросов быть не может это уже больше вопросы к строителям и к вашим рабочим что за объявление у нас есть дорогие друзья наши секции есть квартиры в которых неисправлен к фрд экран фиде сейчас расскажу про это рассказывать с к фрд что у всех гул в стояке после этого определяем какой стояк будет но мы горящий троли воду будет просто кто не поменял эти краны фильтр изначально застройщиков 5 утра просыпаются слышит этот гул там очень сильно по ушам бьет аж просыпает простыми словами ты лежишь дома спишь от стояка вот сам стояк гудит кто-то кран включает от застройщика они как плохо сделанные и гудеть начинает дает различные проблем да 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 понял друзья я вам передал всю атмосферу так вы получаете поднимаем стены этаж да вот мы тепло топят конечно и я рассказал через чур степо на тебя на парилке можно винить братик пропариться при желании ну расскажи про подъезд получается мы можем выйти на лестничную клетку покажи есть клетка всегда прокурена тут прощай легкие называется хоть и стоит у нас не кушает но даже чувствуешь на чувствую конечно вот и он повсюду а еще извечная проблема что пожарная тревога вот с передачи раз там в две-три недели пожарка лифты сразу на первый этаж я пешком спускаюсь 20 этажа его дышу вот эти всем кислородом а это пожарка срабатывает из-за того что-то курит будет это ну строители там что-то у них срывает датчики противопожарный плюс там пар там либо курят может что-то действительно в квартирах из-за этого а мест для курения вообще в принципе не предусмотрено покойт балкон может быть есть не кроме корзина для кондиционера и все то есть никаких понятно шикарнейшая информация для всех предпринимателей кто занимается бизнесом вот как понять что реклама работает эффективно компания тратит огромное количество средств на рекламу возникает вопрос как отследить эффективность каждого ключевого слова каждого потраченного рубля оказывается сделать это можно элементарно с помощью платформы аналитики рекламы и продаж комэджик как это работает я рассказываю колл трекинг покажет сколько звонков и других обращений привел каждый рекламный источник и во сколько это вам обошлось вот точный колл трекинг позволяет вам экономить и быстро перераспределять бюджет на более эффективные и менее затратные источники привлечения клиентов а вот сквозная аналитика продемонстрирует какие маркетинговые активности реклама направление бизнеса приносят бизнесу деньги комэджик объединяет данные из рекламных систем сервисов веб-аналитики серым и других источников и вы видите эффективность маркетинга и продаж в одном окне а с помощью виджетов и каналов текстовой коммуникации вы можете увеличить количество обращений а также контролировать все коммуникации с клиентом значит оценка сервиса в google 48 в яндексе 49 как вам такие результаты поймите скомэджик вы сможете получать больше отдачи от рекламы тем самым зарабатывать больше денег для вашей компании переходите по ссылочке в описании оставляйте заявку получаете подробную консультацию первый месяц обслуживания вы получаете в подарок и так мы заходим в гости к михаилу нас встречает двушка пятьдесят четыре квадратных метра когда он получил от нее ключики здесь ровным счетом было ничего здесь были только стены то есть квартиры без чистовой отделки и вот он начинает делать ремонт я сейчас покажу квартирку а после скажу сколько денег миша потратил на чистовую отделку и на ремонт собственным целом мы заходим вот прихожая встроенный шкаф можно присесть на пуфик раздеться дымофон все само собой разумеется угол чтоб не пропадал обыграли так что можно поставить что-то ключики положить проходим в принципе прихожая большая просторная здесь дальше новостройка здесь дальше у нас начинается такая такой перекресток первым делом нас встречает объединенный санузел он в принципе просторный заходим пожалуйста раквина машинка унитаз ванна все есть интересная особенность дома что местами я хожу и плитка я чувствую тепло в ванне местами тепло это здесь проходят трубы отопления и соответственно миша не стал делать дополнительно подогрев полов так как и так здесь принципе тепло далее заходим и нас первым делом встречает кухня перепланировки в квартире как таковой нету переходим во второй небольшой коридор и здесь нас встречает две комнаты первая готова полностью но пока что мебель не занесена балкона в квартире нет дома вообще в принципе они по проекту не предусмотрены и вторая комната это ну условно по нашему залу но в данном случае это спальня вот такая светлая квартира я уверен вам она понравится 54 квадрата светло интересно новостройка ну и из окна открывается вид на набережную на город на парк поэтому тут уже выводы делайте сами красивый вид или некрасивый пишите ваше мнение в комментарии пойдемте присядем на кухню и послушаем сколько денег на все это дело ушло полностью если брать с нуля со всем возведением стен именно без мебели вот это черновая чистовая ушло миллион сто тысяч рублей работа и материалы по времени по времени все вместе занял два месяца квартиру я купил уже готовую феврале и ну кацу мая где-то уже заехал сюда ремонт закончился цена квартиры цена квартиры 10 миллионов 700 тысяч я ее взял в ипотеку банка открытия ставка месяца одиннадцати процентов двадцать шесть процентов по ипотеке двадцать шесть процентов скажете почеты дурачок что ли по такой ставки брал но я изначально выторговал скидку ему срочно нужно было проверено продать квартиру на уезжал вы куда-то за границу жить не помню куда и я не 500 тысяч скинул про за такую цену мне очень хотелось эту квартиру взять и я решил там занять денег у родственников и небольшую ипотеку порядка полутора миллиона взял и меня действительно ставка двадцать шесть процентов что есть такие люди а вот здесь занимательная математика вы вдумайтесь 10 700 стоит квартира 9 миллионов 200 тысяч ты заносишь как первоначальный взнос и казалось бы берешь небольшой хвостик полтора миллиона на 30 лет но под двадцать шесть процентов и получаются вот такие интересные цифры ежемесячный платеж составляет тридцать две тысячи пятьсот четырнадцать рублей из которого в основной долг уходит 14 рублей и начисленные проценты тридцать две тысячи пятьсот рублей как вам переплата по кредиту за весь срок вот если так вот исправно постоянно платить будет десять миллионов двести пять тысяч рублей вы взяли полтора в долг на 30 лет и отдали плюс десять миллионов двести тысяч рублей но это караул это караул если посмотреть на расчеты и серии там девять процентов ставка то там переплата сразу становится совсем другой и платеж становится гораздо комфортнее так например это было бы 12 тысяч рублей из которых точно также 11 тысяч 250 рублей уходит в сумму основного долга но переплата по процентам в целом два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи что тоже до хрена но уже как бы по-божески но здесь есть но но я уже загасил эту ипотеку как бы вот за этот за год закидал просто если плюс большой ставки у тебя огромная мотивация загасить просто когда там платишь тело кредита там 500 рублей 29 500 чисто процента как-то мотивация огромным по максимуму закидывать сегодня ипотеки нет нету я не на отдых не ездил вообще по максимуму всякие рейстики сократил и все эти бабосики закидывал закидывал да сейчас нету ипотеки вот эта кухня хоть и выглядит прям может тысяч на 200 300 в среднем да мне большая соточку потому что она модульная я все подгонял под размеры сам нашел сборщика вот тоже таком браво 169 может слышал вот этом выбирал мебель тоже антресоль вот эту сделал балашихи нашел посредника который продает я получается сразу сделать дизайн проект на следующий день эту привезли кухню еще через день собрали вот этот основной плюс модульной мебели что и сразу привозят и собирают не надо пока под заказ там мария там стильный да они хорошие там массив миллиметр миллиметр но ждать придется мне сразу же был переехать из того что мы сегодня увидели на кадрах вот за все про все под ключ сколько полтора полтора до точно полтора и уложился но здесь что кровать перевез она у меня с осконовским матрасом с большим таким дорогим поэтому не стал покупать там кровать только на на подсотку стоит но мебель корпусная обычная мебель там не помню где в без мебельшоп заказывал тоже по размерам до потолка на валберисе все вот это для антуража заказывал подсветки всякие что же сам выбирал тоже на валберисом повесил все сделал гирлянду повесил ну мне нравится сама что-то там делать время есть просто необходимо дать комментарий квартира была черновая стены поднял ремонт сделал все сделал и отдал миллион сто ну с мебелью бог с ним полтора а ты ножков отдал шесть ну лошара нет значит друзья с мишей мы эту тему обсуждали на стенах обои обои это дешевле чем нанесение различных там венецианок далее двери он поставил дешевые по шесть тысяч рублей браво у меня двери даже не буду называть сколько они стоят три двери и вот так вот на всем кухня модульная 100 тысяч рублей у меня кухня дороже и поэтому вы должны просто понимать с какой целью для чего вы там делаете ремонт на год на два на пять на десять лет сейчас миша объяснит какие у вещи перспективы по этой квартире но я делал для себя ровно так как хочу бывают люди вот и сейчас общаюсь которые только в одну вентиляцию вкладывают огромные деньги поэтому здесь на сегодняшний день выбор огромен все на ваш вкус цвет и кошелек ну давай предположим так что в большую сторону округлю с твоим подходом как ты закупаешься 500 тысяч я закладываю это там доделать к примеру детскую комнату что-то еще подкупить там из техники к примеру ну вот два миллиона под ключи 54 квадрата готовы заезжать живи и наслаждайся правильно да да вполне возможно расскажи что здесь вообще с транспортом я изначально выбрал этот жк именно потому что здесь решили открыть станцию мцд 2 курьянова мне реально 5 минут пешком идти до этой станции это аналог метро час пик каждый 6 минут ездит днем каждый 12 минут меня все устрасть там можно сесть есть там туалет в вагоне достаточно комфортно все что касается передвижения на авто вот здесь юго-восточная хорда проходит и наш весь жилой комплекс ждет вот этот выезд на кошельку когда появится чтоб там до колумбецкой за пять минут добираться до центра когда появится в конце этого года обещают вчера да перед твоим приездом смотрел новости в конце года у кого нету автомобиля автобусы маршрутки что-то ходит мимо да вот буквально недели две три назад три автобусных остановки сделали рядом с жилым комплексом один автобус до кузьминок идет я уже на нем прокатился один до марина другой до протиславской так что с автобусами нет проблем но опять же ты наверно слышал что здесь берлевскую линию метро будут строить и там от зила по-моему и метро батюнина здесь появится подземная тоже там в курьянова запустят нормально с транспортом будет расскажи про парковку обычно это стандартная проблема абсолютно для любого жилого комплекса современного как у вас здесь ну наш комплекс целом тоже не исключение после 7 вечера здесь очень сложно припарковаться в основном дальше туда едут у пятерочки паркуются ну кто не успел там до 8 вечера паркануться че дня утром ну не проблема можно место найти спору не это вот вечером конечно это подземный паркинг проблема что ну наверно большинство застройщиков что все процессе удешевляют первую очередь построили везде подземный паркинг да он был достаточно дорогой но тем не менее раскупился а вторую очередь вторую очередь решили немножко сэкономить даже если заметишь там первую очередь и все в клинкере идут клинкерный кирпич а здесь уже обычно сделают эти желтенький там вент-фасад удешевили проект просто можно спросить изначально знал что он будет банкротиться и не подземный парк и здесь не запланировал не вот клинкером везде короче он сделал первый дом образцово-показательный а все остальные подешевле первую очередь образцово-показательное с паркингом с хорошими входными группами дверьми а это немножко видно что где-то доудешевел ценник какой был на парковочные места ценник был вначале шикарный 600 700 за парковочное место дальше уже вырос до миллиона двести и дальше все машина мест не стало миш человеки как можно по доброй воле купить в таких домах квартиру ну ты же человек с архангельска почему не свой дом почему не малоэтажная застройка объяснил свой выбор ну во первых малоэтажно со стройкой свой дом изначально более дорогое удовольствие пусть нужно участок земли сначала приобрести потом недвижимость соответственно возвести на нем и я жил когда после я в чашите сначала жил потом снимал квартиру два года и не вот эти сосед соседи алкаши постоянно прикладывались вторую квартиру съехал там изначально там какие-то бомжи в крови валялись в этом в подъезде ну реально история такая была не вру рассказываю и когда я вот переехал новостройку то для меня другой уровень все заходишь постановились здороваются приветствуют там доброго дня желают могут детей школу отвезти там собакой кого-то просил погулять ну взаимовыручка немножко другой контингент и это чувствуется ну именно по моим ощущениям и ажк домашний вырубал что цена качество самый лучший был и не знаю где в москве за такие деньги там с доступностью вот это пусть не метро вам cd но я не мог найти никаких аналогов поэтому вот на жк домашний ну плюс своя набережная парк летом все расцветает есть аллея собачками гуляют все цветет прям цивильно очень все выглядит у меня перенаселение не ощущается или пока он еще просто не настолько заселён можно было почувствовать вообще не ощущается там можно спокойно и в кафешке зайти и по вот это аллее пройти и опять же это не сравнивать с пиковскими человеками там по 16 квартир на этаже тут по 7 где-то 6 тут секции маленькие низкоэтажные из этого не ощущается если пиковский проект брать по 16 этажей 16 квартир 32 этажа то там конечно огромный перегруз будет и лифты неизвестно как справиться но в целом здесь приемлемо вот застройщик все продумал в плане загруженности сюжетик такой получается мне кажется больше даже позитивный они представители ты управляющей компании позвал меня в гости такой смотри классно диман ну бери себе квартирку будешь нашим соседом исключено думать я засланный казачок да значит а чё други поприкинят правда возьмут а что за строчки делать и серии жилец давай ну может быть но не настолько ленивые и не инициативные что это ну крайне маловероятно очень часто бывает так что за кадром пожаловаться готов в интернете написать готов а вот на камеру рассказывать не готов я решил просто залезть в интернет написать жк домашние отзывы нашел прямо сразу самые негативные когда ставят один балл решил посмотреть ну на что жалуются первое не нравится что нету обещанных садиков школ вот человек отмечает что не чистит снег с коляской пройти невозможно при этом обратить внимание что ему же люди ставят дизлайки возможно представитель управляющий или там застройщика не знаю далее вот развернутый комментарий на предмет того что когда люди получили в первой очереди второй корпус квартиру жалуются на лифты что лифты шатаются шумят и вот-вот человек думает что они упадут такое встречается вот в следующем сюжете мы пойдем один жилой комплекс где с лифтами там прям беда страшно даже по кадрам я видел там просто жесть кадры я эти выкладываю например в телеграм-канала поэтому обязательно подпишитесь кому вообще тема недвижки жизни интересно там я делаю различные посты которых например там на ютюбе нет будьте смотреть будет интересно стараюсь особо не спамить но интересные подборочки делать отмечаю также что курьяновские чистые сооружения все-таки в ванища стоит жесткая но подчеркиваю что многие комментарии от двадцать первого года двадцатого года как нам миша сказал что якобы их доработали но посмотрим что будет этим летом но многие говорят то что вонь по полной программе также отмечают что рядом вот те самые отходы радиоактивные и вот человек расписывает что я сам физик по образованию все страшно не надо там покупать это же вот люди там между собой спорят ремонт как много в этом слове особенно многие любят послушать истории как кого-то кинули вот давайте послушаем как мишу развели рабочие насколько тебе обманули на какую сумму ну где-то 1150 вот так просто человек вот этот ахли его звали он закупил весь материал девушки юля в соседней секции живет ей привез этого витонита шпаклевки я думаю чем нет типа все время материал предлагает по цене там ниже чем люра почти в два раза он говорит у меня там связи подвязки там на строительном рынке оказывается он просто эти мешки у нее таскал он у него ремонт делал у меня и весь материал ее они тоже потом блин миш типа верни мне витонит огурчатом со стену что ли соскребать не уже ну сделали как бы я же не знал откуда этот материал берется я думаю что это не единственный случай там так повсеместно обманывал интересная схема схема началась я же не просто так как бы воду левого кота чувака заказал ремонт я пошелся по трем квартирам он не показал не все говорят да да он у нас делает оказывается изначально схема была что с ними договаривался что он придет заранее чтобы они подтвердили что да типа я у вас делаю ремонт я проверил плитка там все обои все хорошо вроде по срокам а потом оказалось что-то общение его квартиры даже люди подтверждали что да да вот он как-то доверие как бы входил но не знаешь умею там жаловаться нажалась подавить то можете там сказать там что там я вам ремонт сделал чужую работу выдавал за свою да и многие вот на это все велись ну я в том числе ну где-то да вот ну соточка точно он меня нагрел 1100 150 но после этого я уже других рабочих нанял тоже узбеков и уже не по факту все платил еще единственный минус что они зачастую в квартире живут меня тоже раздражало пусть они ночуют всех своих друзей сюда приводят там плов там готовят там костры вот эти все разводят есть костры ну чан там большой не что-то каши варит но на чем я ниже не костер жгут ты вышка зликась ну певру плитку имею ввиду там у меня не прям открытый огонь это логично вот и с тех пор и короче еще рабочих которые не живут в квартире там куда-то съезжают чтобы и вечером сам приходил спокойно все оценил чтоб на уж там никто не визжал уже опыт есть небольшой ремонт постоянно идет туда будет постоянно ну бывает там пару дней не делают ну блин тут по 120 квадратов все штробить надо а на этаже соседи твои сделали вот это основная проблема что все сделали кроме вот этого моего соседа у него были квартиры 100 квадратов тут реально на полгода и счастье не привалить а ты расскажи пожалуйста здесь вообще тут к смотрел здесь какие площади идут от и до в доме именно вот этот корпус на набережной здесь одна студия 26 квадратов с двумя окнами дальше однушка здесь моя двушка и остальные четыре трехкомнатные квартиры 95 квадратов 97 126 то есть огромные площади ремонт соответственно люди погоду делают и квартиры дорогие изначально больше площадь большая соответственно люди хорошие ремонты делают там кучу бабла вкладывают там ждут материалы дизайнерские дорогие тут там по 10 миллионов людей на ремонт короче публика состоятельно очень состоятельно тут женщина сделала себе счетчик у нее по моему 140 автоматов в счетчике она запихнула там сколько-то километров проводов каждый розетки отдельно все вывела там коллекторы везде стоят отопления но все навороченные здрасте это 126 квадратов такая квартира до поэтому можно доходить потолка потолок не сюда есть так и получать санузел здорово а ну и вот зал с кухни до хорошенький как раз ну да 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 как раз вот такой вот обратите внимание как сделано раз окно два окно вот это конечно да я соглашусь что подобная квартира угловая некоторые их не очень любят потому что ну как говорят продувается когда дом хреново построен ну блин ради такого вида светлые окна солнце блин это большой удовольствие слушай а сколько такая квартира стоит не смотрел понимаешь что на старте недорого ну до 20 миллионов она стоила вообще 17-19 час где-то но без отделки в предел 25 можно купить так это у вас получается пока отопление даже квартирка конечно смотрите вен роскошная получается с правой стороны это будет еще одна дополнительная комната раз далее по левой стороне люди сейчас делают санузел были пропиленовые вы делаете ли она совмещенный 2 коммуналочка у меня среднем где-то 4500 выходит за эту двушку да это за все электричество вода да за все еще все все доходит она еще на капремонт вот этот взнос это отдельно помочь из фц что 900 рублей платится в месяц не помню но интернет ну интернет интернет у меня провайдер там триста пятьдесят рублей там не больше 26 тысяч уже под ключ если 6 тысяч до но это нормальная цена этот офис продаж просуществовал менее года здесь шоурумы находились с квартирами кучу бабла сюда в грохали чтобы это все обустроить создать но изначально здесь третья очередь планировалось его любом бы случае снесли по мне так это вообще не рационально использовали денежных средств на зачем строить этот комплекс офис-продаж если его снова будет через год сносить и потом просто в живых домах сделали друзья заходим с вами в офис продаж и вот что и здесь происходит все чем можно было нагреть поживиться народ уже поживился все разграблено но тем не менее всякие вещи вот такого рода остались понятное дело что это очень плохо потому что сюда могут прийти дети вот жильцы никто не рассказывал что ребенок там не дай бог пострадал не лазит сюда не слышал таких историй сейчас ты даже первый раз увидишься здесь окно открыто так бы уже давно здесь залез посмотрел что-нибудь ну просто обидно тут молдинги поставили видно вложились ремонтом покрасили все потолки огромные и по факту ну блин год просуществовал ну чё за дела могли бы что-нибудь полезно согласись такие детские центры сделать там развлекательные так не знаю в аренду сдать здесь пятерочку вам открыть здорово и все и весь магазин помещение просто разворовали как вы можете заметить миша является активным жителем этого жилого комплекса но в офис продаж он зашел со мной впервые был дико удивлен тому что находится там сейчас внутри вот сейчас я хочу обратить внимание всех жителей этого жилого комплекса что ребята вот это пипец какая проблема потенциальная впереди весна у детей начнутся каникулы и куда пойти погулять возле дома ну секрет будет для вас что детишки любят слазить конь на стройку куда-то залезть здесь опасность на каждом углу поднимаешься наверх вот стоит окно сегодня стоит завтра кто-то подтолкнул опустится но это короче опасные вещи здесь на самом деле нужно под ноги смотреть на каждом углу более того в этом здании завелись жильцы я только сказал и вот прям попал в точку значит смотрите вот спальные места пожалуйста кухня стоит у них то есть пивко есть здесь кухня отобедал дальше свечка вечером чтобы было светло алкоголь алкоголь покрепче чтобы можно было согреться а вот здесь видимо что-то жгли возможно возможно опаливали как раз провода для того чтобы сдать их и так сказать под заработать но местечко такое конечно есть всякие бутылки с дырками если вы понимаете о чем я короче вот вот так вот неприятное соседство образуется возле казалось бы на первый взгляд такого хорошего жилого комплекса и вот тут начинают жить непонятные люди выпил водочки крыша поехала белая горячка не дай бог кто-то зашел ему показалось тоже перед ним стоит черт в прямом смысле слова когда белая горячка у людей крыши это полной программе и это в шаговой доступности от жилого комплекса вот получается обратите внимание за моей спиной жилой комплекс казалось бы отгорожено забором чтобы сюда не могли пройти посторонние но естественно здесь забор как бы кончается и без проблем ты можешь попасть на эту территорию более того таких объектов там еще несколько что-то заколочено закрыто куда попасть сложнее а этот вот пожалуйста открытый поэтому друзья обратите ваше внимание я вот я сам отец у меня есть ребенок я когда зашел я понял одно что там вот не дай бог упадешь и там весь изрежешься там стекол очень много как минимум нужно точно также заколачивать и вести контроль чтобы там никто не ошибался фишка жк что у нас есть telegram со всеми группами чат рыбаков спортивный чат чат одинокие сердца у нас здесь все встречаются знакомятся чат мафии в кафешке в пицце играют постоянно то есть может с кем-то познакомиться и прям тут встречаться там отношения заводить вот он как семейный комплекс этот реально люди все приятные организуют постоянно всякие мероприятия ну вот шашлыки делают постоянно плов готовят ребята у нас ты такая дружный коллектив помогает у нас одних собака потерялась просто убежала и мы всем жека и весь скале здесь достаточно долго но именно нас объединила все нашли вместе ну то есть дружность жека нашли собак до нашли конечно все баку там благодарна клато туда за железку убежала короче вернулась но сам факт на в группе написала ребята можете помочь и мы пошли искали там в парк ходили слушай летом когда дети выходят играть пятница или суббота народу же как правило во дворе дофига вот такие дома у вас их вот ну частенько нас называют муравейники человейники человек когда выходит народ в итоге то сколько очередь на качели чеки поставить пока я скажу вообще ни разу очереди никакой не видел здесь я сам периодически на этой качели там с ноутбуком сижу качаясь ну изначально этот корпус во первых еще не заселён где-то ну может треть живет еще ремонт и идут во вторых здесь но большие квартиры трехкомнатные получается там 6 квартир на этаже это не так много вообще нету проблем на качель там погулять с ребенком с коляской мы стоим сейчас на спортивной площадке небольшой которую построили скажем так по твоей просьбе или жалобе это площадка была небольшая построена с участием нашей инициативной группы просто ну как повторюсь здесь вообще нет ни одного спортивного сооружения не турничков не брусьев и надо вечерком особенно летом хочется там поиграться мышцами покачаться размяться и вот здесь прекрасный турник этот возвели можно подтягиваться спокойно тренироваться сделаешь что двадцатку сделаешь ну вообще мне рекорд 36 раз по подтягиванию красавку точно сразу слушай ну вот эта история нам подбешивать с тем что здесь также должны были быть дополнительно дома вместо домов теперь у тебя здесь вот такой вот ну если тебя таким кадром возьмут такое щенка от муку от на заброшенный объект приехали на брошенную стройку здесь же этот у нас гору мероприятия от масленица чучело недавно сжигали вот как раз на этой площадочке плюс новый год отмечают салют здесь запускаются этой площадке но это так уже наши местные развлечения так конечно все ждут что третья очередь откроется и наш проект вот завершится хотя бы без их клуба уже на все согласны я знаю что у вас здесь как ты рассказал проживает один из продюсеров первого канала да 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 у нас считается один из самых медийных жк потому что вот он продюсер частенько нам предлагает выпуски снимать какие у нас дружные соседи как все собираются готовят шашлычки на природе жарят плов готовит борщик плюс я участвовал в одном выпуске для телеканала доброе утро нас снимали кто где планирует как отдыхать кто катается на лыжах какие спортивных мероприятиях участвуют и так ходили по квартирам снимали семейные истории и это периодически случается у нас благодаря этому продюсеру как раз а вот все мероприятия когда вы организовывать вот у вас там диджей какой-то продюсер как раз и организует аниматоров и диджеев мы скидываемся лично но сбер онлайн переводим 300 500 рублей со всего жк приличная сумма собирается и вот эти все бабосики утекают как раз на празднование ну а есть при этом в чатах те которые говорят а мне не понравилась организация я недоволен слушай заговорю что вообще мало где что-то организовывать а тут не надо ехать под окном прямо каледа и и детишки там бегают играют тут ну везде есть какой-то процент недовольных но тут все абсолютно счастливы и радостные таких мероприятий как в той самой песне i love new york i love new york manhattan да вы называете жилой да своеобразный манхэттен у нас действительно что касается тэц то она газовая это испарение ну пар обычно в общем идет по сути это только эстетический вид портит но и всякие обыватели считают что вредные выбросы загрязнения но все приезжали за замеряли и когда покупали студировали этот вопрос что вредных выбросов здесь нет это обычное испарение слушай но вот тоже так расположен жилой комплекс что когда заходишь вовнутрь вот эта высотка она прям помогает скрывает ветер час мы вышли на открытый участок и прям продувает по полу тут раз за ветров гору так сделано что всегда вот на набережной ну с периодичностью там пару раз в неделю сильный шквальный ветер дует но иногда и 2 стиль что вообще без ветра тут не угадаешь ну и сам видишь как бы не застроено вот это поле плюс набережная открытое пространство из-за этого между корпусами нас всегда задувает все зависит от человек вот ты рассказываешь историю что жил ты на вторичке там алкаши и так далее при этом вашем доме есть ряд магазинов которые направлены на продажу алкоголя ну и что не бывает здесь по пятницам что соседи а молодежи то здесь много выпили и тырпп тырпп 18 мне уже и пошла поехал движуха честно может быть и бывали такие истории но со мной не переключались не слышал ни шума не алкашей все-таки люди стараются культурно как-то отдыхать там бывает выпивку берут там пиво алкоголь я сам на праздники употребляю но чтобы вот так фламину там нажраться с кем-то дебош устроить таких ну за именно за мое время жительства вот за год не случалось вот сравните контраст я вам сейчас показываю кадры и вы видите советские постройки и вот современные дома что-то человеке что это человеке как многие из нас это называют но только учтите следующее вот допустим здесь есть пандус для инвалидов это на самом деле очень круто и в целом вообще то есть передвигаясь по жилому комплексу можно понять что например инвалиду здесь будет точно также жить комфортно но здесь сразу возникает 100 вопросов а сможет ли себе инвалид позволить квартирку в таком доме далее вот это вот застройка такая там казалось бы дом к дому плечо к плечу но тем не менее видите народ голосуют рублем вам не нравится другие люди покупают с удовольствием выходит все чистенько аккуратненько плюс в том что озеленили комплекс то есть пожалуйста зелень есть я понимаю прекрасно что весной здесь было бы вообще кайф люди есть везде разные вот миша рассказывать все классно но тем не менее он чифырик в снежке долежит кто-то вот забросить это уже все на личное усмотрение конечно жаль что им не сделали в каждом доме подземный паркинг сам по себе комплексом прям бы смотрелся совсем по-другому вот обратите внимание здесь малоэтажная застройка просто я молодой мне нравится повыше жить красивые виды закаты и рассветы а кто-то например семейный он хочет чтобы ребенок под присмотром был покупать низ низко низкоэтажную секцию есть краска челя вот эта зона для детей развлечений и можно контролировать то есть на вкус и цвет хочешь вот же новости птичьего полета хочешь можешь просто здесь пониже вот мы сейчас находимся во дворе первой очереди второй этап строительства ну зацените то есть вот просто друзья посмотрите как здесь до внешний вид идет но не скажешь то что ты находишься в россии то есть такой стиль и за больше европейский ли правда что ли американский хотя поговорим что в америке в подобных домах высоких жил максимально бедный народ строили исключительно под них потому что население должно жить в частных домах смотрел в интернете не знаю правда нет зацените здесь как раз нет никакой машины вот вышел летом дети могут бегать ты не переживаешь все шикарно и вот в этом доме ты поначалу-то купила однушечку да 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 же миш не так просто кажешься ты ее купил и что ты с ней сделал женщина разводилась с мужем им срочно нужно было продать квартиру за наличку именно за наличку я тоже опять же на скроб деньжат там у родственников где-то занял перекрутился купил вот в этой седьмой секции однокомнатную квартиру 36 квадратов сделал евро двушку поменял санузел и сразу продал ее за 8 миллионов 600 тысяч и буквально через месяц у меня она продалась и эти 800 600 тысяч я вложил сюда добавил миллион еще и купил двухкомнатную квартиру за 9 миллионов 500 тысяч сейчас как раз мы ее увидим а сейчас не живет брат твой да сейчас брат живет ну что пойдем начал вместе в этой квартире жили начну поднимаемся 26 этаж это двушку сколько площадь ровно 50 квадратов 50 квадратов и изначально здесь желты мы вдвоем жили начали с братом здесь квартиру вот это сделали ну где-то в течение года вместе жили ждали когда та квартира достроится короче по стилистике вы можете видеть то что миша нравится светлые дана да я не люблю вот эти лофт все серое это стильно но неуютно на мой взгляд все таки если семья там детей планируешь что конечно лучше залетай на кухню покажи нам как кухня выглядит у тебя то есть друзья посмотрите но на самом деле планировки тоже так по-своему интересны потому что в этой квартире тоже есть изюминка ну к примеру кухню да там это ладно еще а вот вид из окна например здесь открывается много города городская то есть вот такая история а он там на горизонте это какой на жека строится жека любинский парк самый продаваемый популярный пиковский проект в москве если все рейтинги посмотреть все там берут вот пожалуйста под домом здесь как раз у вас огромная парковка идет то есть если ты запарковался ты можешь подойти как парковка платная ее огородили деньги на месяц же можно будет взять можно конечно а вот это какие-то брошенные детройтские дома это что не дома ну пойдем вот большую комнату эти оттуда покажу нагляднее показывает быстренько нам санузел также поди поди сейчас откроешь точно такой же как там ну немножко другой стиль инсталляция гроют ванна акриловая там не больше сканди идет под дерево уклон немножко уютно здесь такой полулов что ли может так сказать первая комната небольшая здесь рабочий кабинет зона отдыха диванчик там посидеть и работать а вот это как раз спальня у меня была большая ради которой ты изначально покупал даже квартиру который очень сильно понравилось что да мне вот когда я сюда зашел не сказали либо вы сейчас покупаете течение двух недель либо у нас блогеры какие-то хотели приехать брать потому что им нравилось здесь выпуски снимать там аппаратуру поставить вот и я срочно прям продал там небольшой профитом все две квартиры там же к инновации проект у меня был и сразу цель поставил и купил эту квартиру я прям наслаждал наслаждался закатами потому что именно на запад эта сторона выходит и очень красивые закаты салюты все видно вот которые в москве проходят такая видовая квартирка получилось в каком году ты покупаешь и по какой цене я купил ее в начале 2020 года по цене 9 миллионов 500 тысяч рублей как раз продал то однокомнатную квартиру переделал там ремонт у меня 8 300 цена продажи было еще миллион докинул брата как раз взял эти деньги вот мы на двоих купили эту квартиру первая наша квартира для жизни а на этапе котлована сколько ты говоришь такая квартира на договоре смотрел она стоила 6 миллионов рублей это 2018 году когда был 1016 году до начинал строить так вот смотрите здесь представлена нас парковка стихийная а должен был быть детский садик вместо нее но люди пока и временно как паркинг используют вот здесь должна была быть большая школа большой теннисный корт и а здесь пока у нас остался вот этот завод предприятие которое не функционирует и все ждут когда его наконец-то снесут и социальную инфраструктуру нам возведут а через дорогу какие-то еще парковки сайт это подо что вот это для меня главная загадка пусть какие-то тачки здесь возят они здесь годами стоят вообще никуда не выезжают сложно сказать дальше там парк технических видов спорта там автогонки устраивать мотокроссы классно довольно таки вот эта станция мцд-2 курьянова я как только узнал что станцию откроет и сразу через месяц побежал тот жилой комплекс смотреть это он был мне не интересен без доступности метро и мцд ну расскажи тогда работе тебе сегодня 31 год одну квартиру купил другую купил эту продал то купил откуда деньги как заработал и кем вообще работаешь изначальный огород учился строительном университете свое время прочитал книжку киосаки богатый папа бедный папа он как раз по инвестиции в недвижимость купил в новом пушкина первую квартиру первую как с таком уйдет я невыгодно продал дальше вот купил пиковский саларева парк на эти деньги проданные она в два раза выросла купил две квартиры уже уже к преображения эти две квартиры продал купил четыре квартиры в жк москвичка от гранель эти четыре квартиры подал купил жк инновации 5 квартир потом купил две квартиры в филях и мне врач так капитал рос 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 и участвует за 10 лет у меня две квартиры с братом на двоих еще три по дду от по пику строится скоро сдаются и все благодаря инвестициям просто перекладывал сумму постоянно и все работа в университете работаешь ты преподавались сети до высшей школы экономика информационной безопасности случается учитель другими словами преподаватель давайте а вот ты говоришь первую квартиру купил а как на первую квартиру заработал во первых цены были первую квартиру купил в тринадцатом четырнадцатом году она стоила всего лишь миллион рублей по нашим меркам ну уже не такие большие деньги я работал в компании lg electronics торговым представителем оформил туда своего друга еще мы все вместе зарабатывали потом они пристроил samsung я получается параллельно двух работах где-то в течение полутора лет скопил миллион рублей его инвестировал а когда я продал эту квартиру мне уже родители помогли у меня отец продал участок с домом ему 1 эти 5 миллионов собранные купили салариево парк на самом старте а читал я форум домкад про инвестиции в недвижимость и благодаря этому форуму я все узнал там про недвижку куда инвестировать его туда все деньги вкинул как и все ребята вот инвесторы и у нас эта квартира ровно в два раза выросла я понял что блин я за полтора года там грубо говоря 5 миллионов заработал будущий еще студентом и я не стал куда-то оставлять для жизни а просто дальше деньги перекладывал инвестировал инвестировал и вот так все росло капитал в своих роликах я стараюсь показывать вам простых людей которые всего в своей жизни достигли сами у большинства из них путь естественно был непростой все что есть у них это результат их упорного труда в том числе и освоение новых профессиональных навыков за последние годы я частенько об этом говорю и видимо дальше буду говорить еще чаще что вся наша жизнь стремительно переходит в пространство в интернет и многие физические профессии становятся не актуальными зато появляется очень много новых профессий в интернете к счастью благодаря развитию образования сегодня каждый может изучить новую перспективную профессию в этом самом интернете и отличным выбором как пример будет инженер по тестированию как вам а инженер по тестированию для вашего понимания занимается контролем качества айти продукта он находит ошибки записывает их в отчет и передает разработчикам чтобы они улучшили этот продукт и крутость заключается в том что такая профессия является одной из самых простых точек для входа войти сферу для новичков даже без особого технического опыта а средняя зарплата порядка 120 тысяч рублей будет только расти обучиться этой профессии сегодня можно с нуля даже не нужны навыки программирования а поможет вам в этом онлайн школа и брэйнс в ходе обучения вы изучите основу ручного и автоматизированного тестирования научитесь быстро находить баги если вдруг вам станет интересна другая специальность вы можете сменить ее или взять вторую бесплатно а студенты которые хотят находят работу еще во время обучения и окупают его ну и работать конечно же вы можете из дома или из любой точки мира а если не удастся найти новую работу geekbrains готов вернуть вам деньги а у школы очень много положительных отзывов что подтверждает качество обучения самое главное это ваше желание обучаться так что ребята ссылочка уже ждет вас в описании ну и конечно же для удобства есть qr-код который прямо сейчас вы можете отсканировать дерзайте и изучайте новую профессию будущего мы подчеркиваю делаем и плюсы и минусы казалось бы все классно снег расчищен но от лавка почему не почистили с одной стороны нафиг это надо никто сеять не будем с другой стороны почему нет почему нет ты вот сам какие минусы замечаешь по жилому комплексу по жилому комплексу но действительно вот снег не всегда убирают здесь то есть чтобы на лавочке все комфортно могли сидеть какие-то вот общие зоны выгула собак добавить чтобы все за собой убирались ну и говорю таких хотя бы кафешку нормально сделать посидеть там чтобы бизнес-ланчи были там поужинать с друзьями собраться вас весь комплекс только мизерные кафешки где один-два столика то есть ну компании не соберешься чтобы посидеть там поужинать пообедать что-то отметить сетевых магазинов тоже нет фитнес клуба у нас многие жалуются хотели бы какой-то хотя бы небольшой до зал иметь как на минус первом этаже либо там просто в коммерции заниматься просто от ближайший ddx я хожу полчаса занимает времени а ближе ничего нет среди фитнеса но на машине столько добираться там ехать вот зацените по живому проходим в доме на первом этаже есть кафе вот с восьми до восьми вечера работать заходи проснулся утром у тебя допустим во вторник выходной раз здрасте можно зайти присесть выпить кофейку интерьер но действительно современный классном девушка сказать вообще люди приходят вот с этого дома кофе пьют просто посидеть уйти или или с собой в основном берут у народа хватает в целом не жалуетесь а сейчас наверное просто такой период времени до что мало людей а у вас бизнес ланчики какие то есть покушать только непосредственно кофейку попить чай и пироженку правильно а вас раз помещение и туда да можно присесть еще сверху зона отдыха да небольшой слушайте но уютно по факту получается спасибо вам большое в нашем доме два барбершопа я вечером прохожу и но нету клиентов столько у них по что никто не заселился аренду большую платят не совсем рентабельный бизнес но то что можешь крупные стирики как-то за счет этого выезжают так у нас 3 в адрес а вот в прошлом деле вот прям и секция 1 в адрес открыли тоже но масс-маркет и яндекс маркет два зона 2 недавно открылся вкусвилл все очень рады что есть вкусно постоянно в него гоняют но проблема что нету больших коммерческих площадей не может крупный сетевик залезть там пятерочка дикси перекресток а для детей есть что-то обычно бывает там детский сад частные развиваются нет вообще ничего нету ничего не детского сада не развлекательной комнаты ну может площади как бы изначально не позволяют непродуманными много пивнушек пивнушки есть ну конечно красно-белая алка маркет вин маркет чуть ли не в каждой секции сейчас еще один бар открыли ты в целом больше довольный житель чем недовольны но ты сам отмечаешь то что у вас огромное количество людей здесь семейных с детьми а детского сада и школы нет ну и расскажи куда все водят детей деток все отводят туда на батай на батайку батайский проезд на подольскую улицу там тоже школа находится самая проблема конечно выехать но сам понимаешь 8 9 утра всегда пробка ребенка надо в машину посадить это не полчаса минут сорок вот так по общению с жителями занимает конечно большое удовольствие для жителя к пешочка встал с утра отвел ребенка его забрал всегда под присмотром из окна все видно но к сожалению нас пока нет такого не вот вы когда отдаете детей в сад этом очереди ли как просто вас то народ здесь много детей саду но откровенно говоря ну 30-40 человек там в каждой группе хотелось бы конечно от порядка 15-20 такого золотой стандарт а школа три смены ближайшие или как в две смены школа вот кто на подольской ходит вот у нас огромная должна была быть школа по-моему 1800 мест вчера проект смотрел гольф клуб должен был быть построен большой теннисный корт на момент записи этого фрагмента мы с мишей обошли весь жилой комплекс посмотрели квартиры зашли во дворы посмотрели что вокруг него я могу со всей уверенностью сказать что ощущение складывается что мы находимся не внутри москвы не в этом районе марина а как будто бы мы находимся где-то возле мкада вот в московской области потому что подобные новостройки как раз характерно но больше для московской области но при этом ты смотришь вот брошенные какие-то фабрики старые дома на фоне находятся и это прям выбивается конечно же хотелось бы чтобы людям доделали проект потому что с точки зрения как минимум визуала смотрится это все в живую прикольно как бы погулять здесь ну по-своему хорошо соответственно подчеркиваю друзья не забывайте ключевую главную фразу что народ голосует рублем если бы это все была бы хрень то люди бы не покупали а так народ берет и вот как раз здесь жалобы есть в тот же момент не такие критичные и серьезные которые бывают других жилых комплексах а вот следующий жилой комплекс куда мы поедем по меня уже пригласили люди ждут вот он так сказать будет с огоньком и с перчинкой обязательно подпишитесь на канал если вы этого еще не сделали так как в следующее воскресенье вас ждет такой горячий выпуск обычно я стараюсь уложиться в один час но вот этот ролик получился на такой насыщенный по информации потому что мы например спустились на минус первый этаж дома михаила где находятся у них кладовки почему здесь кладовки опять же просто балконов нет у людей нету балконов все резину хранить там лыжи велосипеды детский инвентарь ватрушки и все почти кладовки берут а куда деваться там не в комнате же площадь какая у кладовок площадь начинается от двух с половиной квадратов до десяти квадратов и по цене от и до сколько плюс минус вот самая бюджетная буквально неделю назад смотрел триста пятьдесят тысяч рублей стоило самая дорогая в пределах миллиона далее мы зашли в дома которые были сданы ранее это как раз к слову о том что в самом начале ролика вам показывал обшарпанный подъезд когда проходит год или полтора управляющая компания еще раз подъезд красит готовит и все как бы вас получается уже такой более цивильный презентабельный на первых этажах сделано отдельное помещение где можно хранить коляски детские санки на минус первых этажах сейчас они там пытаются решать вопрос чтобы можно было оставлять велосипеды то есть комплекс действительно спорный с одной стороны есть ну жирные плюсы люди живут довольные при этом такая же проблема как и в любых других жк кого-то где-то затопило что-то где-то прорвало но вот тут это еще не так часто как в других местах поэтому народ выбирает естественно обидно в целом что вот так вот взяли людей там обманули застройщик обанкротился и получается так что 50 на 50 и то счастье что дома уже сданы люди могут в них полноценно жить 95 процентов что михаил у кого-то возникнут вопросы скажет а вот здесь не состыковка вроде бы сказал одно потом по-другому человек открытый мне было с ним очень приятно общаться поэтому ваше мнение высказывайте в комментарии миша миша огромное тебе спасибо что пригласил в гости контакты все со мной есть точно также в описании кто хочет в подобном ключе снять ролики пожалуйста пишите как вы видите нет абсолютно и неоднократно это говорю задачи кого-то там защитить жильцов но при этом выставить застройщик или еще что-то как-то в негативном максимально ключе задача стоит одна сделать честно объективный душевный сюжет о плюсах минусах о жизни вот из архангельска архангельска область регион архангельский нахрен тебе это москва вот люди говорят вы и дома хорошо ну у меня во-первых брат сюда поступила изначально во вторых я всегда тянулся к мегаполису потому что у меня отец москве учился мама тоже будут заканчивал родственники в москве живут и я приезжал здесь когда своя атмосфера постоянная движуха что-то может заработать всякие там темы мучат там инвестиции там криптовалюта а чё на в регионе живут на железке дороге все работают там 50 тысяч в лучшем случае получают и вообще даже никаких альтернатив нету либо там рабочим ремонт фигачишь либо на железке работаешь это твой потолок а здесь ты сам можешь развиваться снять квартиру найти свое дело в метро всегда привлекало такой очень спорный как я сказал самом начале ролика жилой комплекс получается у вас что местами ну реально шикарно так интересно сделано но местами вот выходе например и за твоей спиной ну как будто на промзоне живем мусорка паркинг это как-то брошенную то есть совсем другая картина вот как ты считаешь ты же читаешь чат жильцов что нужно здесь сделать чтобы вы сказали как жильцы что вы прямо вообще всем довольны это для вас как минимум самый лучший жилой комплекс самое главное вот абсолютно самое важное это строительство детского сада в ближайший год чтобы его ввели в эксплуатацию и вместо вот этого сооружения строительство полноценной школы и прилегающей территории стадиона вот если это все снесут вместо парковки сделают садик школу и даже ладно это набережная тоже другой момент ну можно без нее обойтись то мы будем счастливы и довольны все сразу вопрос снесут построит а вот эти машину куда ставить будете а вот этим уже проблема это вечная проблема некуда здесь парковаться будет и я не вижу а ну там уже платный паркинг же есть у первых сколько цена там на платку 3000 месяц слушай ну вот так вот когда ты вечером подходишь к окошку махает он ты все-таки михаил или ты майкл когда-то стоишь лишь в окно иногда когда кофеек попивают с таким довольным вида смотрю на захват то я себя супер майком как мне кажется получился потрясающий информативный выпуск а ваше мнение пишите в комментарии напоминаю что если вдруг вы хотите купить или продать квартиру в москве и московской области и вам нужна в этом плане помощь обращайтесь все контакты ждут вас в описании не забывайте подписываться на канал и телеграм-каналами там выходит очень много интересных новостей если вам нужны щенята алабаев пишите также мне ну и другие полезные ссылки ждут вас в описании до новых встреч друзья встретимся в следующее воскресенье с новым шикарным выпуском пока пока